В 7 лет он научился играть на баяне, а в 13 был принят в Киевскую школу-интернат для одаренных детей. Потом он закончил две консерватории – Киевскую и Одесскую, написал музыку к 2000 песенам и десяткам кинофильмов, создал множество мюзиклов, симфонических произведений и опер. Сегодня выдающийся композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Глиера, профессор Александр Злотник продолжает работать и творить прекрасное. Но не все так просто у великого маэстро. Об этом и о многом другом согласился нам сегодня рассказать Александр Иосифович Злотник. Ну, главная забота – это, конечно, обучение. Качественное обучение. Для этого должна быть именно та пропорция соотношения студентов и педагогов, которая у нас принята. То есть три с половиной студента на одного педагога. Ведь музыкальное образование – это ручная работа. И если в каком-либо вузе техническом, например, есть понятие поток, есть понятие аудитория, где может сидеть 100-150 человек и читать один профессор лекцию, то у нас такого не бывает. У нас, скорее всего, индивидуальные занятия, где один студент, ну, например, духовик или скрипач, обязательно педагог и концертмистер. То есть два педагога на одного студента. Это же касается практически всех студентов. Поэтому вот так и получается. Мало того, что специальность два-три раза в неделю, плюс работа с концертмистерами еще, то есть до пяти раз. Это одна сторона. Вторая сторона – это невероятная теснота, которая у нас сейчас есть. Ведь раньше, а у нас самое старое учебное заведение, профессиональное музыкальное на Украине, и это первое музыкальное училище в Российской империи, которое было создано русским музыкальным обществом в 1868 году в Киеве. Территория, кстати, была громадная. Адрес был Крещатик, 26. А территория, представьте себе, квадрат этот громадный Крещатик, проездная, Пушкинская, Майдан, Незалежности. Громаднейший квадрат, который Дума выделила специально для того, чтобы на этой площади было это учебное заведение, которым очень гордился и генерал-губернатор, и Дума, представители Думы. Был свое отдельное стоящее помещение учебное и отдельно стоящий концертный зал. Кстати, в 15-м году должны были уже построить, были выделены деньги, часть были деньги собственно училища, а часть денег давал город построить два зала. Один зал на 2000 мест с раздевалкой и с органом, второй зал на 600 мест с раздевалкой и с органом, и учебное помещение, где заодно были комнаты ректора с прислугой, парадный и черный выход, еще три комнаты про ректора, три квартиры про ректора, то есть об этом думали, но, к сожалению, это не сбылось, потому что 17-й год, революция, 18-й год и все. И вот, когда в 1941 году наши доблестные войска оставляли Киев, ну это, конечно, действительно доблестное, потому что столько, сколько было жертвы, сколько крови и героической обороны Киева, ополченцы, когда они отходили, вы знаете, что было с Крещатиком, когда оставляли Киев, чтобы эти здания не достались немцам, то все эти помещения хорошие, они взорвались, их подорвали. И вот, начиная с 1941 года, зала Киевский институт музыки теперь не имеет. Можете себе представить больницу, классную больницу с классными профессорами, хирургами, у которой нет операционной. А вот для нас зал, это наша операционная. Так не может быть. При всем при этом, мы, вот в этом году, по рейтингу высших учебных заведений искусства, то куда входят и художественные, и театральные, и музыкальные, и дизайнерские вузы, мы лидеры на первом месте. За нами идет Киевская консерватория и так далее, и тому подобное. Вот, и все остальные академии, консерватории, университеты. Вот, и сколько уже не было попыток, уже были проекты, и при Омельченко, уже места выделялись для строительства, но ВОЗ именно там. Да, при Попове было принято решение, он подписал о передаче нам зданием Киевской малой оперы, которая сейчас просто разваливается. И там ничего не происходит. Я дал предложение, говорю, передайте нам этот зал. Во-первых, мы вызовем этот зал имени Евгения Мирошниченко, Евгения Семеновна, которая мечтала, чтобы там была опера камерная. Во-вторых, мы будем проводить там конкурс международной сопрано, именно колоратурных сопрано, имени, памяти Евгения Мирошниченко. То есть, все было продумано, и у нас был бы зал. Но, к сожалению, что-то произошло, и это все ушло в небытие. А здание стоит и разваливается. Вот еще год, и хоть это исторический памятник, который охраняется законом, но износ будет уже такой степени, что его просто снесут, и площадка освободится. Хотя земля, как ни странно, была продана под этим зданием. Но, сказали, если вы не будете расширяться, вот здание, ту площадь, которую она имеет, пусть так и останется, тогда можете пользоваться. Но, к сожалению, мы и этим зданием не можем пользоваться, и мы им ничего нагло не отдали. Хотя есть залы, которые фактически не выполняют свои функции. Киевские залы, которые нам очень нужны. Их ни один, ни два зала. Но, к сожалению, нам не передают их. И мы вынуждены подписывать аренду с различными музыкальными школами, высшими учебными заведениями. Платить аренду, чтобы было где заниматься. Нам нужны площади. У нас уже 950 студентов. У нас, с момента того, что я стал ректором, у нас открылся заочный отдел. У нас открылась магистратура. Ученый совет – это большое, полнокровное, высшее учебное музыкальное заведение. Естественно, я не говорю об инструментарии, которые давным-давно мы не можем купить. А вот нет финансирования. Компьютеры и так далее. То есть проблем столько, что становится страшно, когда об этом начинаешь думать. Но при всем поведении этом, мы водоихом на горах, вопреки всему, невероятное количество лауреатов международных конкурсов. Пожалуй, никто у нас в стране не дает такого количества лауреатов международных конкурсов. Мы проводим международные конференции научные. Мы проводим международные конкурсы. По крайней мере, конкурс имени памяти Владимира Горвеца, который, кстати, тоже заканчивал это киевское музыкальное училище наше, считается одним из лучших пианистических конкурсов мира. Конкурс деревянных духовых инструментов имени нашего известного флитиста Антонова, тоже международный, который блестяще прошел. Детские конкурсы. И, знаете, ведь нам приходится арендовать филармонию. Вот Горвеца – это две недели аренда киевской национальной филармонии. Это деньги. Были бы у нас зал, нам бы не надо было арендовать. Мы бы, наоборот, еще помогали бы проведению других конкурсов. У нас пять больших коллективов. Это симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, духовой оркестр, хор женский и хор смешанный. Это громадные коллективы. Я не говорю о более чем 50 человек, ансамбль скрипачей. Им всем нужны сцены. Их надо размещать. Они теснятся. Два джаз-бенда больших на джазовом факультете. Колоссальный руководитель, там, Денис Адул, талантливейший человек. Я, наконец-то, услышал свинг. Настоящий. То есть они играют на мировом уровне. Все. И с ними подписывают договора. Самые престижные высшие учебные заведения мира. О сотрудничестве. Потому что они знают наш уровень. Глимера института, училище, высшее музыкальное, раньше было. Это бренд. Мировой бренд. Его не надо нигде подтверждать. Это гордость нашего города. Это гордость нашей страны. Мы этим можем гордиться. Но. Меня поражает вот такое отношение к нашей культуре. К нашим достижениям. Мы остаточное. На остаточном принципе. Я недавно, буквально пару дней назад, в Москве встречался с Весов Кобзоном. Это мой старый товарищ, мой друг, исполнитель, с которым много песен записано. Он тоже, хотя он в Думе и возглавляет комиссию по культуре, тоже плакался на то, что вот у них на культуре и бюджете всего 0,78% от бюджета. Ну, я не знаю, сколько у нас. Я думаю, что меньше. Да и не все деньги, в конце концов, поступают. Дети сейчас очень подвинутые. Они значительно, можно сказать, более развиты. Потому что то количество информации, которую они получают, так и иначе оказывают на них влияние. И, естественно, у нас очень большой конкурс. В отличие от многих вузов, но тех, где на любой инструмент, на любую специальность конкурс. Например, даже на тубу редкий инструмент, 4 человека на место. На гобой, на фагот. Это редкие инструменты. Конкурс все равно есть. Я говорю уже о локалистах. Особенно о академическом пене, или о эстрадном, или о джазовом. Там всегда громадный конкурс. Поэтому есть из кого выбирать. И те дети, которые уже к нам поступают, это уже, как говорится, элита будущая музыкантов нашей страны и мира. Поэтому говорить о том, что проседает уровень, нет. Я могу наоборот сказать, что уровень все выше и выше. И удивляешься этим талантливым ребятам, это ведь наше будущее. Это наша духовная основа. И ни для кого не секрет, что именно духовная основа является базисом для создания материальных ценностей. Это не моя светлая новая мысль. Это давным-давно прописанная истина. Но почему-то ее не хотят слышать. Конкурсов сейчас действительно очень много. И это очень хорошо. Единственное, что я бы акцентировал внимание на настоящих, крепких, профессиональных конкурсах. Международных конкурсов. Ведь что такое конкурс? Его уровень. Это в первую очередь уровень жюри. Авторитет жюри. Это призовой фонд. И потом дальнейший ход, дальнейшая пропаганда лауреатов этих конкурсов. Я могу сказать, что у нас есть такие конкурсы достаточно высокого. Уровни детские, музыкальные. В частности, конкурс украинской песни «Молода Голочина», который со дня независимости Украины основан. Блестящий конкурс. Я там уже шестой или седьмой год председатель жюри. Там очень сложный конкурс. И что главное, что то ли ты вьетнамец, индус, из Африки, с Америки, не имеет значения. Но там три тура и одну из песен ты должен обязательно исполнять на украинском языке. То есть, свое родо, это самый большой песенный конкурс украинской песни в мире. Это пропаганда украинской песни, пропаганда украинской культуры. И вот такие конкурсы надо поддерживать. Конкурс «Свит Талантик», который тоже все больше и больше набирает силы. Хорошая команда, которая организовывает этот конкурс. Вот, в принципе, есть, у нас есть конкурсы. Но, опять же, чтобы похоронить конкурс, это очень просто. Блин, это лоббирование. И как только люди увидят, конкурсанты, их родители, что незаслуженно кто-то получил место призовое, все, считается, что вы похоронили конкурс. Я, вот, например, председатель жюри и академических конкурсов, но, в частности, конкурсу Горовца, взрослого, пианиста. Я не пианист, я композитор. Поэтому у меня нету своих студентов, пианистов, я никогда не лоббирую. Но, даже если бы и были, все равно, понимаете, главное, это оценить, правильно оценить конкурсанта. Вот, поэтому, например, на молодую величину все едут, чтобы получить свою оценку. Они знают, что они честно получат ту оценку, какой они достойны. Вот, такие конкурсы надо поддерживать, которые дают духовную жизнь детям, стране, популяризируют украинскую культуру, в частности, песенную культуру, которая является одной из самых богатых в мире. Ведь ни одна национальная культура не имеет такого количества народных песен, как украинская песенная культура. То есть, это базис, колоссальный базис. Знаете, если бы людям, украинским жителям, гражданам Украины, украинцам не нужна была песня, у нас не было бы такого количества песен. Ведь раньше не было ни на винтофоне, ни записывали ничего. Но настолько эти песни нужны были народу, что они запоминали их и передавали из поколения в поколение. И вот таким образом накопычивалось все, собиралось больше, 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 больше. И в конечном итоге, ведь это не садились все вместе, писали песни. Это кто-то один. Сочинил песню, она понравилась и пошла в народ. Мы можем этим гордиться. Это красота, это дух народа, это его сила, это его лирика, это его память, это его мечта, это его горе, трагедия, радость. Все есть в украинской песне. У нас есть хорошие песни. И экспериментировать надо. Молодежь, она и на ту молодежь, чтобы искать, экспериментировать. Но должны оставаться всегда авторитеты. Вот хотим или не хотим, у нашего северного соседа есть авторитеты. Это достаточно известные композиторы, поэты, певцы, да, уже в возрасте, которые имеют колоссальный жизненный и творческий опыт. Почему-то у нас практически таких авторитетов нету. Их не пропагандируют, их не поддерживают. А это очень обидно. Ведь есть что передать, есть что рассказать. Вот таким образом формируется вкус. Я никогда не считал себя ретро-градом. Потому что, например, у меня дочь ей всего 12 лет. Естественно, она живет современной жизнью. И я понимаю, что ей нравится то, что ей нравится. Ей нравится молодежная музыка, связь с субкультурой. Это правильно. Каждое поколение имеет свою субкультуру музыкальную. Но при этом надо не забывать, что есть основы. Понимаете, для того, чтобы все-таки быть писателем, то надо, ну, наверное, все-таки знать грамоту. Как минимум. Как минимум. А не говорю, что Чук писатель, а не читатель. Понимаете, для того, чтобы быть композитором, с большой буквы, профессиональным, это тоже образование музыкальное, фундамент должен быть. Ведь крестьянин, который построит избу колоссальную, двуэтажную, он никогда не назовет себя архитектором. Потому что архитектор – это понятие очень сложное. Это история, культура, это математика, физика, геометрия и так далее. То есть это сумма знаний, глубоких знаний. Это сложные расчеты. В духовной жизни, почему-то, человек, который не знает мод, не имеет определенного багажа, он, может, вдруг его называют композитором. Но раньше было хорошее слово – автор. Ради бога, Барт. Человек, который сам сочиняет музыку, сам поет, пишет тексты, сам исполняет. Это нормально. Таких очень много. Есть великие барды и были. Композитор – это нечто другое. Это сумма образования, сумма знаний. Есть действительно талантливые люди, которые напишут блестящие песни. Не имею музыкальное образование. Да. И они, как звездочки, взлетают вверх, горят ярко, но быстро сгорают. Ведь заметьте, что профессиональный композитор, ну, если мы говорим о песенном жанре, допустим, то он долго работает, потому что у него есть запас знаний. Он 10, 20, 30, 40 лет пишет. Тот же Равман Паулс. Тот же, в конце концов, Игорь Крутой. Они работают, они пишут. Есть, которые вот напишут, а потом у него не хватает яркие песни, а потом у него не хватает образования. И все. Одна, две, и на этом конец. Поэтому мне хотелось бы, чтобы те талантливые люди, которые действительно, у них душа, она звучит, а они могут писать, чтобы все-таки они получали профессиональное образование. Это будет просто крепче. Раньше, да, были союзы, они и сейчас есть, союзы композиторов Украины, был Советский союз композитор в СССР. Это не очень сложно было. Я, например, у меня высшая образовательная консерватория, я закончил Киевскую, Я не мог поступить, стать членом союза композиторов, потому что у меня не было специального композиторского образования. И я уже, когда у меня начали песни, пошли музыка, кино, начал звучать по всему союзу и за рубежом, я уже 28 лет снова, будучи уже преподавателем высшего учебного заведения, я опять стал студентом, стационаром, поступил на первый пульс Одесской национальной консерватории на Нижданово, на композиторской факультете теорию музыки закончил. И потом уже Тихон Хрельников подписал на 85-м году билет, я стал членом союза композитора в СССР. Жесткие, очень жесткие аградации, поэтому слово называется композитор, это не так просто. Это умение работать в разных жанрах. И симфоническая музыка. Если ты занимаешься этим, хоровая, камерная, инструментальная, песня, да, это тоже определенный дар. Есть масса композиторов очень высокого уровня академических, которые работают в инструментальной музыке, но песни не могут написать. То же самое, как музыка в кино. Есть великие композиторы, которые не могут писать музыку в кино. Они пишут, и она давит изображение, давит картинку. Они не помогают, а наоборот, растяживают. Мне интересна музыка, которая имеет свою географию. Вот я всегда должен слышать, откуда она родом. Да, может быть, современное письмо. Вот музыка, это та же наука. Она не стоит на месте, она развивается. Но, это должно быть генетически. Музыка без традиций определенных, без основ, она неинтересна. Понимаете, это получается калькой. Снимают просто копию с чего-то уже сделанного. Это уже один раз ели. Вот в Китае. Я недавно был в Китае. Подписал договор Центральной Пекинской консерватории. В Пекине три консерватории. У меня просто белая зависимость была. Какие помещения, какие инструменты, какой порядок, как к этому все относятся, как берегут свою культуру. Три консерватории. Одна, вот типа нашего учебного заведения. Вторая, это только народные инструменты консерватория. Китайская, народная музыка. И третья консерватория, это военных музыкантов и дирижеров. Могу сказать, что только лишь детей до 10 лет, которые занимаются на фортепанах в Китае, чуть больше 20 миллионов. И каждый родитель считает необходимым за честь, чтобы его ребенок занимался музыкой. Он понимает, что тогда он будет больше делать успехов в бизнесе. Естественно, он будет более развит. Ведь вот однажды Карел Орф, известный композитор, он сделал эксперимент. Он взял два класса, которые ввели 10 лет, общеобразовательных. И один класс был с математическим уклоном, а второй класс был с уклоном, с музыкой. И обычная программа школьная. Так что вы думаете, по окончании, вот в 10 классе сдавали экзамены, то те, кто занимались музыкой с обычной математической программой, результаты показали значительно выше, чем 10 классов с математической программой специальной. Вот вам ответ. Почему-то никто не хочет об этом думать. Никто. И человек сам по себе становится глубже, интереснее. Творческое начало, творческое мышление. А ведь оно нужно не только музыкантам и людям, занимающимся искусством. А нам надо и творческий подход, может быть, и в бизнесе, и в экономике. Во всем.